Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – ценовая политика фирмы. Рассматриваем следующие вопросы. Ценовая политика как деятельность по установлению, поддержанию и изменению цен на производимые фирмы, товары и услуг в составе маркетинговой политики. Второй вопрос – факторы, влияющие на цену. И третий этап – процесс установления цены, методы ценообразования, применяемые фирмой на рынке. Самые низкие цены, каждому своя цена, цены приемлемые, только сегодня специальные цены. С такими объявлениями ежедневно сталкивается практически каждый человек. Покупая, он непосредственно обменивает определенную денежную сумму на товар или услугу, оценивая предложение продавца. Цена – денежное выражение стоимости товара и единственный элемент маркетинга, от которого зависит уровень дохода фирмы. Какова же должна быть правильная цена? Если цена будет слишком высокая, то потребитель откажется покупать товары, если слишком низкие, фирмы не получат достаточного количества средств, чтобы покрыть свои затраты. Таким образом, уровень цены должен быть таким, чтобы данную денежную сумму покупатель мог заплатить и была бы обеспечена прибыль сбыта. Следовательно, цена должна укладываться в определенный рамк и корректировать в зависимости от изменения ситуации на рынке. Цена – элемент рыночного механизма и концентрированное выражение товарной конъюнктуры. Среди множества показателей, характеризующих состояние конъюнктурного рынка, цена является наиболее важным аккумулирующим показателем. За движением цен усматривается изменение объема производства и предложение товара на рынок, спрос на него и уровень потребителя изменения запасов товаров. Цена – это качественный показатель как внутренней, так и внешней торговли, показатель его эффективности. Решающее значение для определения стоимости имеет рынок. Только с его помощью выявляется действительно общественная или рыночная стоимость товара. В маркетинге, в смысле, цена – это та сумма, которую готов заплатить покупатель за предложенный товар. Существуют три основные цели ценообразования, из которых может выбирать фирма. Они основаны на сбыте, на максимализации прибыли и на обеспечении устойчивого положения фирмы. В первом случае предприятие заинтересовано в росте продажи, экспертах и максимизации доли на рынке. Во втором – в максимизации прибыли. В третьем – в нейтрализации действий конкурентов, уменьшении запросов поставщиков или стабилизации цен. В первом случае предприятие выбирает такие цели по одной из следующих причин. Первое. Если фирма заинтересована в насыщении рынка или росте сбыта как важным шаги на пути к контролю над рынками и стабильным выступлением валюты. Второе. Если предприятие стремится максимизировать объем сбыта и готово пойти на снижение дохода, снижается изделие для получения большей прибыли за счет большего объема реализации. И третье. Если оно предполагает, что больший объем сбыта позволит снижать размеры относительных издержек. Во втором случае предприятие устанавливает в качестве цели получение высокой массы прибыли, устанавливаемой стабильный ее размер в течение ряда лет. Прибыль может выражаться в относительном или абсолютном измерении. Высокие относительные прибыли обычно опираются на престижные цены, а высокий общий доход обычно связан с ценами проникновения. Цели маркетинга зависят от того, каков целевой сегмент, как фирма себя сценирует, какова ее товарная политика. Если фирма предлагает новые, значительно усовершенствованные товары, то уровни цены могут быть высокими. Если качество товара невысокое, то и цены должны быть низкими. В основном фирмы придерживаются нескольких целей выживания, максимизации текущей прибыли, максимизации доли рынка и лидерства в области качества. Для достижения планируемой позиции на рынке фирмы необходимо взаимоввязывать элементы маркетинг-микс с учетом требований целевого потребителя и знать, за какое конкретное отличие товара, на сколько больше готовится платить потребитель. Ценообразование – трудоемкий процесс, так как для установления правильной конкурентоспособной цены необходимо учитывать множество факторов – себестоимость продукта, маркетинг-микс и позиции продукта, жизненный цикл товара, конкретное окружение и природа потребительского спроса, а также экономические и политические нормы страны. Внутренние факторы компании относятся цели по ориентабельности и себестоимости товара, мощности производства, стадии жизненного цикла товара, позиционирования товара. В состоянии рынка страны относятся состояние экономики, правовое регулирование отношений цен, конкуренции, цены конкурентов, уровень конкуренции на рынке и потребителей, это спрос и его эластичность, восприятие цены товара со стороны потребителей, ценовые границы в сознании потребителей. Подробное описание факторов, влияющих на конечную цену продукта, на следующей таблице. Это факторы ценообразования, это значит себестоимость товара, маркетинг-микс, позиции, жизненный цикл товара, цели фирмы, при выпуске продукта, цены конкурентов, правовые нормы на рынке, уровень конкуренции на рынке, прогноз действий конкурентов, восприятие цены со стороны покупателей, эластичность спроса, состояние экономики, уровень конкуренции на рынке. Цена, как уже отмечался, это сумма денег, которая уплачивается за товары. Стоимость денег определяется их покупателем способностью, то есть тем, что на них можно купить. В условиях рыночной экономики изменение покупательной способности денег в определенных пределах происходит постоянно. Существенный рост цен возникает в результате резкого увеличения инфляции и других кризисных явлений, обусловливающих значительное ухудшение макроэкономических показателей и их производных, к которым относятся валовый и национальный продукт, внешний и внутренний долг страны, дефицит реальный размер бюджета, размер эмиссии, ставки и кредитования, котировка на фондовых и валютных рынках. На рост цен влияют также и иные факторы. Это уровень совершенства налоговой системы и развития законодательной базы, существование в бизнесе и коррупции, преступности, безработицы, уровень и продолжительность жизни происходящей политической событий и состоянии мировой экономики. Установление цены – это трудный и сложный процесс, требующий учет большого количества факторов. Одним из факторов, влияющих на формирование цены, является экономическая ценность товара. В сфере ценообразования под экономической ценностью блага для покупателя или ценностью проявляющейся при обмене понимается оценка желаемого блага, которая в денежном выражении превышает его цену. С этой точки зрения ценность можно реально измерить на основе соотношения полезности и цены блага, которые являются доступными покупателям альтернативами. Таким образом, под общей экономической ценностью товара понимается цена лучшего из доступных потребителей альтернативных товаров плюс ценность для него и тех свойств товара, которые отличают его от этой лучшей альтернативы. Формирование общей экономической ценности товара для потребителя можно описать с помощью следующей формулы. Это значит, общая ценность равна цена безразличия плюс положительная ценность отличия и минус отрицательная ценность отличия. Иными словами, определяя для себя ценность товара, покупатель в качестве отправной точки принимает цену наилучших из реально доступных ему разновидностей товаров других фирм, удовлетворяющих ту же потребность. Процедура расчета экономической ценности товара может быть достаточно строго формализованной и стать основой для надежных количественных оценок. Практически эта процедура состоит из четырех основных этапов. Определение цены безразличия, установление отличий, оценки значимости, отличие с позицией потребителя, суммирование цены, безразличие с оценками отличия. На первом этапе это определение цены того блага, который покупатель склонен рассматривать как лучший из реально доступных ему альтернатив. На этом этапе следует функционально соизмерить и определить цену, которую покупатель уплатит, если приобретет функционально соизмеримое количество товара, предложенных конкурентами. На втором этапе определение всех параметров, которые отличают товар как в лучшую, так и в худшую сторону от альтернативных. Наиболее часто анализируют следующие параметры функционирование, надежность, число полезных свойств, содержание полезных веществ, затраты на обслуживание, затраты на вводку в эксплуатацию и техническое обслуживание. На третьем этапе оценка значимости отличий параметров товара и его альтернатив с позиции покупателя. Отличие товара необходимо оценить в денежном выражении. Такие оценки могут быть получены разными способами в результате опроса экспертов-продавцов путем проведения промных продаж и опроса покупателя с использованием специальных методик и на основе расчета экономической эффективности. При этом необходимо помнить, что масштаб количественных изменений уровня для того или иного потребительского параметра товара по сравнению с параметрами альтернативных товаров вовсе не обязательно совпадать с масштабным изменением выведения от его использования покупателем и соответственно с изменением той суммы денег, которую он согласен заплатить за получение этого товара. На третьем этапе суммирование цены безразличия и оценок положительной и отрицательной ценности отличия товара от его альтернатив. При этом обычно рекомендуется устанавливать цену ниже верхней границы экономических ценностей, чтобы усилить интерес потребителя к товару. Кроме того, на ценообразование воздействует многочисленные факторы внешней и внутренней среды. Поэтому все остальные технико-экономические параметры анализируют и прогнозируют в основном для определения цены производимых товаров и услуг. В реальных условиях цены формируются под воздействием двух групп факторов внутренних и внешних. Иными словами, в процессе определения цены на предприятие необходимо учитывать информацию как о рынке, так и о затратах. Приступая к ценообразованию, предприниматель должен прежде всего определить, в каких целях он хочет достичь посредством продажи данного товара. Основными целями предприятийской деятельности, достижениями которых призывно служит ценообразование, являются дальнейшие существования фирмы, краткосрочная максимизация прибыли, максимизация оборота, максимальное увеличение сбыта, снятие с рынка посредством установления высоких цен и лидерство в качестве. Обычно цена и спроса находят в обратной зависимости друг от друга, но не всегда. Так, по особи престижным товарам зависимость может быть прямой, но и при таких условиях существует верхний предел повышения цены, после которого начинается снижение спроса. Чувствительность покупателя к ценам и их реакции определяются целым рядом психологических и экономических факторов. Так, чувствительность потребителя к изменению цен будет ниже, если продукт не имеет аналогов. Потребителям сложно сравнить качество различных субсидтов. Сотраты потребителя на продукт относительно невелики по сравнению с доходами. Продукты могут применяться в системе с ранее приобретенными и освоенными продуктами и потребители не могут долг хранить продукт. Все издержки принято разделить на два вида постоянные и переменные. Для осуществления продуманной ценовой политики каждый предприниматель должен сопоставлять структуру издержек с планируемыми объемами производства и рассчитать краткосрочные средние издержки. Издержки составляют нижнюю границу цены. Разница между верхней границей цены образуемой спросом и нижней границей образуемой сдержками это поле игры предпринимателя по установлению цен. Внутри этого пространства на передний план выдвигается новый фактор необходимости изучения позиций конкурентов цены и качества аналогичных товаров. Изучая конкурентов их ценовые каталоги обращивают покупатели предприниматель должен по возможности объективно определить позицию своего товара в отношении к товарам конкурентов. От результатов анализа зависит решение вопроса можно ли установить более высокую цену на товар чем у конкурентов или напротив преимуществам данного товара будет его более низкая цена. После определения и анализа функций спроса структуры издержки цены конкурентов наступает время принимать решение о ценах. Для этого необходимо выбрать такой метод ценообразование который бы в максимальной степени учитывал названные ограничения. Существует три группы метода ценообразования ценообразование ориентированное на собственные сдержки ценообразование ориентированное на спрос и ценообразование ориентированное на конкуренцию. В выборах применив один из методов ценообразования необходимо принять ценовое решение то есть установить конкретную цену. Здесь надлежат такие аспекты как психологические воздействия влияние других элементов маркетинг миксов, проверить соблюдение исходных целей и ценовой политики, а также выявить различные типы реакции на принимаемую цену. Рассматриваем следующий метод ценообразования. Затратные методы ценообразования широко распространены. Это объясняется тем, что в условиях административных методов управления экономикой они превалировали. Кроме того, в их основе лежит калькуляция издержек производства и избыта продукции. Следовательно, цена, сформированная затратными методами, имеет обоснования, которые трудно оспорить. Сфера применения их ограничений, так как они могут служить только для определения начальной базовой цены товара и обоснования факта выхода товара на рынок или организации его выпуска на предприятие. Для установления окончательной цены нужно принимать во внимание факторы, изменяющие конъюнктуры рынка. Существует несколько затратных методов, определяющих цену по принципу издержки плюс прибыль. Первое. Затратные методы с учетом полных издержек на производство продукции основаны на определении полной себестоимости, включающей как переменные, так и постоянные издержки. Суть метода состоит в суммировании совокупных издержек, переменные плюс постоянные и прибыль, которые предприятие рассчитывает получить. Главное преимущество данного метода – его простота и удобство. Это связано с тем, что у производителя всегда имеются данные о собственных затратах. Однако он имеет два больших недостатка. Первое. Это при установлении цен не принимают в свое внимание, имеющиеся спрос на товар и конкуренцию на рынке. Поэтому возможна ситуация, когда товар при данной цене не будет пользоваться спросом. И второе. Второй недостаток – это любой метод относения на себестоимость товара постоянных накладных расходов, который является расходами по управлению предприятием, а не расходами для производства данного товара. Метод прямых затрат базируется на установлении цены путем добавления к переменным затратам определенной надбавки прибыли. При этом постоянные расходы, как расходы предприятий, в целом не распределяются по отдельным товарам, а погашаются изразиться между суммой цены реализации и переменными затратами на производство продукции. Эта разница получила название добавленной или маржинальной прибыли. При правильном подходе переменные издержки должны явиться тем пределом, ниже которого ни один производитель не будет оценивать свою продукцию. В любом случае, истинная функция издержки заключается в становлении нижнего предела для первоначальной цены на товар, в то время как цен с этого товара для потребителя определяет высший предел цены на него. Метод расчета цены на основе анализа безупыточного обеспечения целевой прибыли базируется на том, что предприятие стремится установить цену на свой товар на таком уровне, который обеспечивал высокополучение желаемого объема прибыли, точка безупыточности – это точки пересечения кривой общей выручки и кривого общих затрат. В точке безупыточности объема прибыли равен к нулю. Основным незасадком метода определения цены на основе анализа безупыточности является то, что не учитывается взаимосвязь цены товара и фактического спроса. Метод установления цены на основе анализа рентабельности инвестиций. Основная задача данного метода состоит в том, чтобы оценить полные затраты в различных программах производства товара и определить объем выпуска, реализация которого по определенной цене позволит окупить соответствующие капиталы вложения. Устанавливаем надбавку, как издержка производства включает процент дохода на инвестированный капитал. Следующий метод – метод структурной аналогии. Суть данного метода заключается в том, что при установлении цены нового товара определяет структурную формулу цены по его аналогу. Для этого используют фактические или статистические данные о доле основных элементов в цене или себестоимости аналогичного товара. Если возможно точно определить для нового товара один из элементов цены, например, материальная затрата, норма расхода, то, переносив структуру аналога на новый товар, можно рассчитать ориентировочную цену. В практике затратные методы применяются при установлении цен на принципиально новую продукцию, когда ее невозможно сопоставить с выпускаемым продукцией и недостаточно известного величина спроса. Продукцию, производимую по разовым заказам с индивидуальными особенностями производства, например, строительные, проектные и т.д. И товары и услуги, спрос на которые ограничен платежеспособностью населения. И имеется еще один метод ценообразования, это рыночный метод потребительской оценки. В данном случае цены определяются на основе маркетинговой оценки, т.е. на основе изучения рынка. Практически все предприятия формируют цену на свою продукцию, так или иначе учитывают. Так или иначе учитывают. В ней фактор спроса, так как если цена превышает уровень, на который согласны потребители, товар просто не будет продан. Поэтому данный метод часто применяется совместно с другими методами ценообразования или в случае уникального товара может применяться самостоятельно в первую очередь. Данный метод дает возможность осуществлять стратегию высоких цен, которые используются фирмы, как правило, при следующих условиях. Это имеется весьма высокий возрастающий текущий спрос со стороны достаточно большего числа покупателей. Издержки производства позволяют поддерживать эффективный выпуск продукции. Финансовые результаты способствуют наращиванию выпуска нового товара и его предложению на рынке. Высокая начальная цена не будет привлекать новых конкурентов к производству товара. И последняя высокая цена соответствует высокому качеству и не мешает привлечению новых покупателей. Использование данного метода предполагает большую работу по изучению рынка, спроса и эластичности. Фирма должна иметь и финансовые возможности, и специалистов для дорогостоящих исследований. Метод тесно связан с дифференциацией своего товара и дифференциацией или сигнализацией рынка.